Мы с вами находимся в Московском планетарии в Классическом музее Урании. Самый первый вопрос, который возникает, да, а кто же такая эта Урания? Вот как вы думаете? Ну, может быть, вы ответили про себя на этот вопрос, но на самом деле Урания — это муза астрономии. Вот единственная наука, которая имеет свою музу, свое вдохновение. Муза астрономии кому обычно приходит? Наверное, все-таки к ученым-астрономам. И раньше их называли звездочеты. Вот в центре нашего зала, посмотрите, как раз в своем кабинете сидит звездочет. Он занят, он изучает карту, изучает книгу, у него в кабинете стоят разные глобусы. Глобусы Земли, Луны, различные приборы для изучения звездного неба. Вот он сидит за столом, изучает карту и, наверное, скоро сделает свое открытие. Я очень надеюсь, что и вы сегодня тоже с нами вместе сделаете какое-нибудь открытие, очень важное для себя. Вот как вы считаете, а что самое главное в планетарии? Ну, на самом деле, самое главное в планетарии — это сам планетарий. Сердцем является специальный проектор, который показывает звездное небо. Вот перед вами как раз и находится самый первый проектор планетарий, который появился в Москве. Такие аппараты, на самом деле, изобрели довольно-таки давно. В 1923 году немецкий инженер Вальтер Бауэрсфельд изобрел планетарий. Перед вами находится вторая его модель, которая стала показывать звездное небо. В 1929 году, вот 5 ноября 1929 года, был открыт наш московский планетарий. В большом звездном зале стоял вот этот проектор. Однажды в московский планетарий пришел известный писатель Константин Паустовский. Он любовался звездным небом, но затем сказал, что наше звездное небо кажется мертвым. Ведь звезды-то в небе мерцают, а здесь, на куполе, они почему-то не мерцали. И вот наши инженеры постарались решить эту проблему. Сначала они обратились к немецким специалистам, но они сказали, что решить эту проблему просто невозможно. Поэтому за это дело взялись уже наши планетарские. И они очень легко смогли это сделать. На большую лампу они надели специальную сетку, и на этой сетке они напаяли маленькие шарики. Эта сетка вращалась вокруг большой лампы и периодически закрывала вот эти вот маленькие дырочки в пластинках. И создавалось впечатление, что как будто бы звезды мерцают. Вот получилось так, чтобы именно в нашем московском планетарии звездное небо и звездное небе стали мерцать. В 1977 году в Большом Звездном Зале был установлен второй, более совершенный проектор планетарий. Он уже показывал разноцветные звезды. К планетам можно было подлететь, рассмотреть их повнимательнее. Можно было увидеть ледяные шапки на Марсе, кратеры. Можно было наблюдать красивые метеорные потоки и увидеть пролет яркой красивой кометы. Когда люди поднимают свои глаза к звездному небу, они стараются найти там что-то знакомое. В основном это фигуры. Фигуры из звезд. Мы их называем созвездия. Созвездий в небе на самом деле ни много ни мало. Их там 88. А для того, чтобы изучить созвездия, увидеть их, ученые создают интересные глобусы. Вот перед нами сейчас находится звездный глобус Яна Гивелия. Ян Гивелий — это польский ученый-астроном. Жил он довольно-таки давно, в 17 веке. Он был очень известным человеком. Он был мэром города Гданьска. Он был потомственным пивоваром. Но самое главное занятие его жизни была астрономия. Он сам себе строил телескопы и создал атлас звездного неба. И вот рисунками, которые Ян Гивелий изобразил в своем атласе, мы пользуемся до сих пор. Сейчас как раз они изображены на этом глобусе. Здесь созвездий всего 54. Столько было известно Яну Гивелию. Вот. Небесная сфера. Она делится на две части — северную и южную полушария. Золотая линия — это экватор. Земля, относительно небесная сфера, находится внутри нее. Вот. А мы с вами сейчас как будто бы оказались, как какие-нибудь древнегреческие боги, за пределами небесной сферы и смотрим на нее сверху, со стороны. И все созвездия здесь изображены в зеркальном отражении. На этой небесной сфере есть еще одна очень интересная линия, такая тоненькая пунктирная линия — это эклиптика. На эклиптике располагаются зодиакальные созвездия. Вы сейчас, наверное, вспомнили, что зодиакальных созвездий 12. Ну, так вроде как все считают. Но на самом деле их несколько больше. Их 13. Тринадцатые зодиакальные созвездия — это змееносец. Так, сейчас я вам его покажу. Вот этот вот мужчина, который держит в руках змею, змееносец. И это созвездие заняло свое место в зодиакальном круге между Скорпионом и Стрельцом. Солнце на фоне змееносца можно увидеть примерно с 27 ноября по 17 декабря. Созвездия, звезды, некоторые планеты вы сможете увидеть своими глазами в небе. Но для того, чтобы изучать то, что находится очень далеко в космосе, мы должны свои глаза вооружать. Вооружать, естественно, мы должны сами телескопами. Вот как вы думаете? Вспомните, а кто изобрел самый первый в мире телескоп? Ну, если кто-то подумает, что это был Галилео Галилей, то он абсолютно прав. Что, по сути, своей сделал Галилео Галилей? Он взял в руки обыкновенную подзорную трубу и направил ее в небо. Но в чем отличие именно Галилео Галилея? Он, во-первых, конечно же, усовершенствовал зрительные трубы. Он запатентовал свое открытие и начал делать астрономические открытия. Вот представьте себе, что до 1609 года никто не знал, что на Луне есть горы. Галилео Галилей смог рассмотреть рельеф. Линзу, к сожалению, тоже нельзя сделать слишком большой. Вот для того, чтобы собирать больше света, уже известнейший английский ученый Сэр Исаак Ньютон создал зеркальный телескоп. Зеркала можно сделать любых размеров. На самом деле, чем больше, тем лучше. Чем больше ваше зеркало, тем больше света оно соберет, а значит, дальше мы с вами сможем смотреть в космос и рассматривать то, что находится очень-очень далеко. Перед нами сейчас стена с фотографиями, стена астрономических наблюдений. Вот видите, в левой стороне изображение наземных обсерваторий, с правой стороны вдалеке космические телескопы, а посерединке те фотографии, которые они делают. Сначала мы сами посмотрим на эту маленькую фотографию, сделанную днем. Это наша российская обсерватория, которая находится на Северном Кавказе. Это специальная астрофизическая обсерватория. Видите здесь большую башню. Внутри этой большой башни находится самый большой в России телескоп БТА. Большой телескоп азимутальный. Диаметр зеркала там 6 метров. Раньше вообще его считали самым большим в мире, где-то до 1993 года. Потом появились телескопы с зеркалами больших размеров, 10-10,5 метров, но находятся они в ЮАР, на Канарских островах и на Гавайях. А вот самый большой в мире телескоп на данный момент, он находится в Чили. Он так и называется. Very Large Telescope. Очень большой телескоп. Его фотография самая верхняя. Там есть 4 башни. В каждой из башен находится телескоп с зеркалом диаметром 8 метров. Но обычно они смотрят в разные стороны, изучают каждую свою область неба. Но иногда нужно сделать так, чтобы все 4 телескопа посмотрели в одном направлении. Получается зеркало размером примерно 130 метров. Обсерватории строятся не только на Земле, но также их отправляют еще и в космос. Самая знаменитая космическая обсерватория — телескоп имени Эдвина Хаббла. Вот на той большой фотографии в серебристой трубке вы как раз можете увидеть телескоп имени Хаббла. Уже 29 лет он находится на орбите нашей планеты и сделал огромное количество фотографий. Одна из фотографий телескопа Хаббла — это большая фотография галактики. Галактика называется NGC 300. Кстати, помните ли вы, как называется наша галактика? Это Млечный путь. Наверху под потолком можно видеть тоненькую туманную красивую линию. Таким образом мы видим наш Млечный путь с Земли, потому что мы живем сами внутри галактики и видим ее сбоку. Один из рукавов и центр Млечного пути. Но если мы сами улетим из нашей галактики куда-нибудь очень-очень далеко, на расстоянии 100 миллионов световых лет, например, мы увидим ее вот такой же красивой спиралью. И наша галактика и галактика NGC 300 очень похожи формой, они спиральные, и по количеству звезд. И здесь примерно 300 миллиардов. Представляете, что такое 300 миллиардов звезд? Сколько же галактик на самом деле в нашей Вселенной? Наверное, никто никогда не узнает. Но ученые решили посчитать хотя бы те галактики, которые они видят. И вот насчитали они видимой Вселенной примерно 200 миллиардов галактик. Вот можете представить, сколько это? 200 миллиардов. Это же огромное количество. А сколько их на самом деле? Никто, наверное, никогда и не узнает. Здесь перед вами находятся осколки самых настоящих метеоритов. Вообще слово метеорит приводится как камень, упавший с неба. Так вот любой камень, который пролетает к нам из космоса, падает на Землю и остается в ней валяться, мы называем метеорит. Огромные камни летают в космосе, они называются астероиды. Вот те, что поменьше, можно назвать метеоритами. И когда метеорит попадает в атмосферу нашей планеты и сгорает там полностью, и ничего от него не остается, кроме красивой белой полосы, это явление мы называем метеор. А вот то, что упало, валяется на Земле, лежит, мы называем метеорит. То есть есть какое-то тело, за которое можно подержаться. Метеориты бывают трех видов. В основном они каменные, как, например, вот тот, осколок каменного метеорита Харабалей. Весит он 80 килограмм. Здесь внизу лежит осколок железного метеорита Дронина. Он весит 124 килограмма. А самый большой это осколок железно-каменного метеорита Сеймчан. Весит такой камень полторы тонны. Они такие тяжелые, потому что очень плотные. Очень много вещества, которые сильно сжаты. Маленькие, но очень-очень тяжелые. Мы с вами сейчас находимся в верхнем зале музея Ураньи. И здесь, как видите, все посвящено нашему родному дому Солнечной системе. Видите, здесь макет нашей системы и на экране Солнечная система в движении. Мы с вами сейчас посмотрим на экран. На нем Солнечная система в движении. В самом центре находится Солнце, самая главная звезда. И вокруг нее по орбитам вращается 8 планет. Посередине кольцо из камней это главный пояс астероидов. На самом деле поясов астероидов у нас два. Один посерединке, между Марсом и Питером. Другой находится за Нептуном. Он называется пояс Койпера. Там живут астероиды, там же живут карликовые планеты. Иногда здесь можно увидеть пролетающую беленькую с хвостиком комету. Кометы уже находятся вообще на самом-самом краю нашей системе. В так называемом облаке у Орта находятся кометные ядра. Они состоят из-за льда, и когда приближаются к Солнцу, начинают испаряться. Мы видим их очень красивый хвост. Самая близкая планета к Солнцу – это Меркурий. Один год, один оборот вокруг Солнца на Меркурии занимает 2,5 месяца всего лишь. Вторая планета – это Венера, желтенькая. Она считается самой жаркой. Температура на ней плюс 500 градусов. Такая ужасная жарища появляется из-за парникового эффекта. Планету Венера окружает очень плотный слой облаков. Они сделаны не из воды, эти облака, как наши, а из углекислого газа. Это очень вредный, опасный, ядовитый газ. Вот если кто-то из вас когда-то нюхал машину, вы знаете, как она пахнет. Это неприятно и очень опасно. Третья планета – наша родная Земля. Рядом с ней маленькая беленькая Луна, наш единственный естественный спутник планеты. А вот маленькая красная планета – это Марс. То есть, естественно, возникает вопрос, а почему Марс такого красного цвета? Ну, потому что он ржавый. На Марсе очень много железа. Это железо проржавело. Самая большая планета Солнечной системы – это, конечно же, Юпитер. Рыжий, полосатый. Вот обратите внимание, какой большой Юпитер и какая маленькая Земля по сравнению с ним. Раз Юпитер такой большой, он очень сильный, обладает очень мощной силой притяжения и держит рядом с собой очень большое количество спутников. Их у него 79. Ну, представьте, что на нашем небе будет 79 лун. Это будет очень красиво, очень необычно. Следом две синие планеты – Уран и Нептун. Братья-близнецы. Они очень похожи цветом и размером. В атмосфере есть специальный газ метан, он их красит в синий цвет. Вот если у вас есть газовая плита, и вы обращали внимание, какого цвета лепесточки вылезают из конфорки, вот там тоже есть газ метан, и лепесточки синенькие. И на этих далеких планетах тоже есть газ метан. Уран на самом деле самая холодная планета системы, там температура минус 220 градусов. Хотя он седьмой, чуть ближе к Солнцу. Вот самый последний – Нептун. Там чуть-чуть потеплее, там минус 200. Вот мы с вами сейчас увидели четыре планеты земной группы, четыре планеты гиганты. Это восемь главных, больших, основных планет нашей системы. Центр нашей системы – Солнце. Он у нас находится на макете здесь вот слева, на стене, желтый-оранжевый прямоугольник. Только кусочек нашего Солнца. Потому что если бы мы Солнце построили, оно бы заняло весь наш планетарий. Представляете, планетарий – зал. Это все, это Солнце, и вот такие вот маленькие планеты вращаются вокруг него. Но Солнце мы называем «желтый карлик». Сама по себе звезда очень маленькая по сравнению с другими звездами галактики. Есть звезды-гиганты, есть звезды-свергиганты. Они могут быть в тысячу раз больше нашего Солнца. Но, правда, есть и такие звезды, которые меньше нашей планеты. Это белые карлики и нейтронные звезды. Несмотря на то, что наше Солнце – маленькая звезда, это самая главная звезда в нашей жизни, дает нам свет, тепло, энергию, хорошее настроение. Температура на поверхности нашего Солнца – 6000 градусов. В ядре – вообще 15 миллионов градусов. Звезда наша очень горячая. От нее к нам приходит достаточно света и тепла.